Белорусские военные впервые на этой неделе подтвердили, что на их территорию залетели беспилотники. Эти беспилотники, кстати, были сбиты. Белорусские военные их сбивали на прошлой неделе еще, однако они не говорили о том, что их ПВО отработало по беспилотникам. На этой неделе официальное заявление было. Единственное, что не уточняют, о том, что это были российские шахеды. Сколько еще времени пройдет, когда белорусские военные заявят о том, что они сбивают российские шахеды? И скажите, пожалуйста, многие уже, знаете, политические аналитики начинают анализировать это как определенный политический демарш Лукашенко против Путина. Рассматривать ли это так? Вот что вы видите в этом? Давайте с самого начала. Начнем с того, что Лукашенко не тот парень, который может демаршировать против Путина. Это первое, важное и главное. Залетело восемь шахидов, сбили два. Да, действительно, они подтвердили. Так, знаете как, очень скромно сказали, что ведется следствие. Мы пошли искать уламки. Ну, как завжды. Надо же сначала уламки найти. Но суть даже не в этом. Смотрите. Интересно другое, что прям утром, прям утром, на следующий день после того, как они ночью сбивали, но есть вещи, которые уже скрывать невозможно, вы же понимаете. Во дворце независимости у Лукашенко тут же объявился посол Китая. Причем это тот посол, который закончил свою каденцию. Совсем недавно было официальное прощание, прием, была встреча с журналистами. Они все обсудили по поводу дружбы навек, по поводу белорусы и китайцы один народ, по поводу космического количества всякого сотрудничества и так далее. Все, Лукашенко пожелал ему удачи, сказал, ждем следующего. После этого уже приехал Литянь, премьер непосредственно госсовета. И, в общем-то, они все, что нужно было в данном случае, Китаю больше, конечно. И Лукашенко тоже, но Китай просто приехал немножко привести в чувство этого отмороженного, потому что Польша уже поставила определенные условия сосуществования с невменяемым соседом. Так вот, и вдруг посол, которого уже проводили, появляется на следующее утро во дворце независимости, и они долго и нудно обсуждают, какие они опять братья навек, как будто что-то с тех пор поменялось. И опять же все то же сотрудничество, что уже обсуждалось и с ним, и с Литянем. Вот эти вот все погодные условия сотрудничества и так далее. Но, как минимум, это все нелогично. А если нам в чем-то не хватает логики, как говорил Кунандуль, ищите где ложь. Ложь заключается в следующем. Естественно, посол Китая приехал не для того, чтобы обсудить сотрудничество, да, и какие белорусы с китайцами один народ. Он приехал предупредить Лукашенко, чтобы тот не делал резких движений. Либо Лукашенко попросил его приехать, чтобы согласовать, чьи же беспилотники ночью сбили над Республикой Беларусь. И вообще, что говорить? Потому что, смотрите, если Лукашенко скажет, окей, мы сбивали, это были украинские беспилотники. Ну таки что, это война с Украиной? Ну как, он же должен ответить, на них, значит, на него напала Украина. Если он говорит, мы сбили российские беспилотники, да, то, соответственно, это что, Димаш против Вовы, а у него нет возможности этого Димаша. В итоге, единственное, что может сказать Лукашенко, я вообще ничего не нашел, что-то летало, я его сбил. И это будет... И это после консультации с китайцами, правильно? Нет, это в принципе в его стиле. Вот. А позиция Китая в этом смысле, это как бы не надо быть ни политологом, ни военным экспертом, чтобы это понимать. Позиция Китая, Саша, сиди тихо и не высовывайся. Там трошки помогаешь, денег зарабатываешь с Россией, ВПК твое работает на Россию, все, окей, пожалуйста. Но вот чтобы тебя в этой войне не было, потому что если вдруг, мы же понимаем, что тут же заканчивается китайский транзит через Беларусь. Жизнодорожных путей шо? Нет, потому что шо? Потому что мы их разбомбим. Относительно визитов, вот бывшего посла, смотрите, и премьер китайский уже не так давно тоже был в Минске. Некоторые эксперты говорят о том, что все это связано с тем, что устраивают они смотрины, преемника Лукашенко. В следующем году ведь выбор. Это прям все сказали, все конспирологи написали, все инсайдеры подтвердили. Ну, давайте так. Коль скоро совпадает мнение, в кои веки пропаганды и независимых экспертов. Это, в принципе, ну, давайте начнем с того. Предвыборный год, у него же выборы в 25-м, и причем он же ставит их на февраль. Это, в общем-то, логично. Хотя никакого преемника, я думаю, не будет, потому что Саша в последний момент всех кинет и пойдет на выборы сам, как он это делал уже не один раз. Теперь по поводу смотрины. А вы обратили внимание, кто был, кто сидел рядом с Лукашенко, когда приезжал Летянь, а кого не было? Интрига бешеная, как мы шутим. Значит, рядом с Лукашенко сидел крутой. А пророссийской грядки, вот этих всех, Вольфовичей, Хрениных, Качановых, а кто там еще у них? Ну, Крепенкова на такие приемы обычно я не зовут. Шейман тоже пророссийский. А вот этой всей грядки не было. Пророссийской. Поэтому, если мы подтвердим, вернее, не то, что подтвердим, ну, как минимум, примем во внимание это мнение, то показывали крутого. Но я абсолютно не верю, что Лукашенко при жизни может отказаться от власти и довериться какому-то преемнику. Скорее всего, он не то, что откажется, а вот сбежит, прямо скажем, в тот момент, когда поймет, что он уже не потянет остаться у власти. Ну, условно говоря, да, если каким-то образом Путин все-таки с территории Беларуси прям уже откровенно, не знаю, хоть своих военных, хоть каких, потому что белорусы-то воевать не пойдут, заводит там войска в Украину опять, ну, как вариант, да, и, соответственно, там по Минску, по Мозырю, по аэродромам, по военным частям летят украинские ракеты. Ну, вот тогда, да, наверное, он быстренько сядет в свой джет и куда-нибудь свалит, скорее всего, опять же, в Китай для начала, а там, что называется, как карта ляжет. Понимаете, оно все, в принципе, выстраивается в логическую цепочку. Помните, неделю, нет, наверное, недели две назад в Украине тоже многие каналы писали это, что, значит, Беларусь стягивает войска в Гомельской области для того, чтобы захватить Чернобыльскую АЭС. Ходило прям, все друг у друга спрашивали, потому что перекинули Чернобыльскую, в Гомельскую область контингентом в количестве, по-моему, 1100 человек, ПВО, РСЗО и какую-то технику подвезли, да, в виде одного или двух танков, не знаю сколько, сколько наковыряли из тех, которые ездят, да, столько и привезли. Я еще тогда говорила, что это абсолютнейший бред, ну, некому, некому идти захватывать Чернобыль, нет, нет людей, нет ничего, чтобы это, ни людей, ни техники, вот, но это же были не учения, поэтому зачем-то они это сделали, просто потусоваться, нет, я уже тогда сказала, что что-то будет, а все очень просто, они знали, что Путин сейчас будет вот по этой траектории лупить нас шахедами. Они понимали, что они могут залетать в Беларусь, и они понимали, что там нужны дополнительные силы для того, чтобы их сбивать, потому что шахеды бывают разные, но российские шахеды, они же не обучены просто полетать и присесть, ну, да, приземлиться, где надо. А они, у них, когда топливо заканчивается, значит, они просто падают. Да взорвется или не взорвется, это, знаете ли, не уводаешь. Поэтому, собственно, вот Лукашенко их избил. Они же даже сказали, что они это делали вместе с российскими коллегами. Ну, то есть заявление было такое, они не сказали, что это российский или украинский, да, был этот дрон, но они сказали, что мы вместе сбивали, понимаете, поэтому, ну, то так и. А какой был дрон, черт ее знает. Мы уже из Румынии прилетели. Ваши прогнозы, будет увеличиваться количество дронов российских, которые будут залетать на белорусскую территорию? Ну, смотрите, пока идет по экспоненте. Реально. Один, потом два, теперь уже восемь. Причем сокращается время этих залетов все чаще, но это же совпадает с атаками на нас. Поэтому, как они будут залетать, зависит от интенсивности бомбежек с российской стороны. Ну, и, соответственно, куда, насколько это будет близко к границе Беларуси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова